Первый фестивальный день начинается с мастер-класса славянских традиций от семейного коллектива из Санкт-Петербурга. Гости принимают участие в настоящих старорусских посиделках. Позже окунаются в мир художественных голограмм. В экспозиции представлено полсотни работ – Олимпийские мишки, Слудский пояс, кресты Ефросиньи Полоцкой и книга царств. Это практически нанотехнологии здесь у нас присутствуют, и они позволяют перенести изображение в масштабе один к одному на вот эти фотопластины и получить вот этот самый объёмный эффект. В это же время в выставочном зале проходит презентация хендмейда – клуба современного лоскутного шитья «Волошки». Здесь представлены четыре проекта – ПСА, Ватинанки, Вселенная и Феранки. А это больше 50 работ. В основе изделий – лён и атласный искусственный шёлк. Работы просто необыкновенные. Я впервые встречаюсь с такими произведениями искусства. Прекрасное далёко для меня – это вообще что-то такое невообразимое. В Бобруске мы уже не первый раз, и мы даже уже вторично участвуем в вашем замечательном фестивале. И очень рады, что нас пригласили, о нас помнят. И мы, конечно, с великой радостью откликнулись на это приглашение. Уже вечером проходит премьера мюзикла «Магия» Белорусского университета культуры и искусств. Локация – Бобруск-арена. Артисты выступают в проекции 5D для театра «Это диковинка». Вращающаяся сцена и спецэффекты создают невероятную атмосферу. ПЕСНЯ Сюда были привлечены лучшие силы, какие мы только смогли найти в нашей стране. То есть это и режиссёр-постановщик Александр Вавилов, и очень интересные ребята, которые прошли жёсткие касси. Спектакль проходит в сопровождении живой музыки. На сцене – актёры-студенты из Белоруссии и Китая. Сюжетная линия построена на истории нескольких молодых людей, которые стремятся попасть в шоу-бизнес, переживают взлёты и падения. Концерт мне понравился, а когда играла громкая музыка, у меня были мурашки по коже. Тоже очень понравилось то, что это всё можно было видеть вживую. Затрагивают именно темы молодёжи, проблем молодёжи. И на самом деле нам было очень интересно смотреть. С удовольствием мы повторили. Второй день венка дружбы ещё более насыщенный. Гости посещают еврейский дворик, кругу друзей – представители городов-побратимов. Тольятти, Нарафаминск, Грозный, Сызрань, Муром, Владимир и не только. После исторической справки – мастер-класс в синагоге по изготовлению мацын. Кроме культурной программы в плане – деловые встречи. Будем подписывать важные документы. Это случится у нас должно завтра, когда мы подпишем соглашение о сотрудничестве. Во многих направлениях будем работать. Это промышленность, это предпринимательство, сфера деятельности. Мы сейчас можем лишь предполагать направления, но изучая развитие нашего города, промышленные возможности, Бобруйска у нас много точек соприкосновения. Город Бобруйск очень динамично, хорошо развивается, чисто, красиво. Люди очень добродушные. Большой радости встретили, очень тепло, понравилось. Тем временем на фондуке колоритные песни исполняет коллектив из Тулы. Зрители – простые заводчане. Концерт народного творчества устроили и на Таиме. Здесь выступили представители Пскова. Заслуженный ансамбль сказ презентовал сразу несколько номеров. Красивый парк, нам все очень понравилось. Облагорожено, хороший, чистый город. Надеюсь, что мы еще много всего интересного увидим. После обеда самое главное – возложение цветов у памятника танка на могиле генерала Бахарова, что как никогда символично в год исторической памяти. В числе участников – руководство города, гостя, представители различных организаций и предприятий. Дальше – шествие от Площади Победы до Бобруйска арены. Винок дружбы – фестиваль. Самый лучший фестиваль в мире, я думаю. Я очень люблю Беларусь. Открытие города мастеров, пожалуй, один из самых долгожданных пунктов программы. Сюда съехались около 200 человек. От ремесленников до гончаров. Золотые руки, безусловно, у всех. Но эксклюзив ярмарки – художественная гальвана пластика. Это молекулярные картины из металла. У меня много икон. Чтобы изготавливать иконы, я в 95-м году, если я не ошибаюсь, получил богословение у нас в Гомеле у владыки Аристарха. Кроме икон у меня есть еще батальные сцены, много геральтики, много пейзажей. На полках не одна тысяча изделий. Шкатулки, магниты, кухонная утварь, копилки и обереги. Найти что-то по вкусу под силу каждому. Представлены здесь и славянские аксессуары, соломенные шляпы и ободки, лапси, плетеные пояса, плюс подвески с натуральными камнями. Здесь можно не только найти уникальные вещи, но и вкусно покушать. В меню – национальное блюдо и, конечно же, всеми любимые шашлыки из свинины. 100 грамм обойдутся в 4 рубля 20 копеек. Но самое главное – торжественное открытие фестиваля и насыщенная музыкальная программа. Уважаемые гости, я искренне приветствую всех на открытии 16-го международного фестиваля народного творчества «Винок и дружба». Продегустировать шкварки, драники, колдуны и зразы можно будет уже в субботу. Фуд-флэш-моб «Запрошаем смашное есть» развернется у Ледового дворца в 14.30. Через полчаса в парке культуры и отдыха начнется фестиваль «Красок холи». А в 18.00 на территории Бобруйской арены выступит Руслан Олехно. Не обойдется и без праздничного салюта. Залпы прогремят в 23 часа. После танца до утра с топовыми диджеями России и Беларуси.